Я могу быть над болезнью, над кризисом, над депрессией, над грехом, над бедностью. Если ты пришел обескураженный, могу сказать тебе, в тебе есть правительство. Ты должен быть активирован в этом правительстве, потому что оно выше и дальше. Не бойся. Знай, что Божие царство в тебе. Знай, что Божие царство в тебе. Время перемен Да благословит вас Бог, я апостол Гильермо Мальдонадо. Приветствую вас в этой программе и готов говорить с вами о Божьем царстве, о том, как Божье царство может быть явлено здесь и сейчас. Божье царство — это только богословское понятие или нет? Или это то, что можно пережить здесь и сейчас? Хочу, чтобы вы были готовы услышать это сильное откровение. Если вы верующие, если вы действительно хотите огня, присутствия и силы царства, слушайте очень внимательно. Я хочу, чтобы вы принесли небо на землю уже здесь и сейчас, в этот момент. Царство силы Я начну серию, посвященную царству. Каждый раз, когда Иисус учил о царстве, были пять вещей, которые не могли стоять в присутствии царства. Каждый раз, когда Иисус проповедовал о царстве, учил о царстве, было пять вещей. Болезнь, грех, бесы. Кстати, если у вас в разуме какая-то подавленность, эта серия освободит вас. И еще, бедность и смерть. Если вы услышите о ком-то, кто умер, я хочу, чтобы вы пошли и воскресили этого человека. А теперь давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу, 20 стих, и посмотрим, что там сказано. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет царство Божие, отвечал им, не придет царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот оно там, ибо вот царство Божие есть только в преподобных епископах и апостолах, потому что в вас, верующих, нет никакой силы». Вот что говорит нам Иисус. Так это или нет, хочу спросить вас сейчас. Находится ли эта сила только в избранных людях, апостолах, епископах? Не ищите физических структур или зданий, говорит нам Иисус, чтобы найти в них царство, потому что оно находится в вас. Другими словами, вы не найдете здание, на котором написано, здание, посвященное небесному царству, или офис небесного царства. Вы этого никогда не найдете. А почему? Так говорит нам Иисус. Не придет царство Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь, или вот оно там, в том здании. Чего вы ищете? Офис небесного царства? Нет. Иисус сказал, нет, это не материальное царство. Это не то, что можно увидеть как здание. Царство невидимо, и оно внутри вас. Хорошо, мы это уже прошли. И вот первый мой вопрос, что такое Божье царство? Кстати, могу я услышать на это «Аминь, церковь»? Мой вопрос, каковы качества или элементы Божьего царства? Какое оно имеет отношение ко мне, как к верующему человеку и к вам также? Какое отношение оно имеет к твоей потребности? Какое отношение к твоей цели? Почему Иисус вложил свое царство в нас? Я хочу, чтобы вы записали это слово «царство». Что же такое «царство»? «Царство» — это правительство неба. Что такое Божье? «Царство» — это основание силы. Другими словами, это то, на чем сила основана. Иисус говорит, когда Он молился молитвой «Отче наш», «Твое есть царство и сила и слава». «Царство» — это правительство неба. «Сила» — это способность этого царства. И слава — это атмосфера этого неба. Итак, это очень просто понять. Скажите со мной, «Царство Божие» — это Божие правительство. Теперь номер два. Запишите разницу между церковью и царством. Иисус говорил и учил о церкви только два раза, а о царстве более 145 раз. Даже перед тем, как вознестись на небо, и после того, как Он воскрес из мертвых, Он 40 дней учил Своих учеников о том, что касается Божьего царства. Это значит, что церковь подчинена царству, а не царство подчинено церкви. Но сегодня большинство верующих знают больше, гораздо больше о своей организации, чем о царстве Божьем. Поэтому в церкви нет менталитета царства. Нет Божьего правительства. Там, где в церкви нет правительства, будет хаос и смятение. И в-третьих, есть разница между небесным царством и Божьим царством. Запишите это себе. Небесное царство — это место, где живет сам Бог. Это место, где Он правит вселенной. Это место, где Он издает небесные постановления. На земле ничего не произойдет, пока это не будет провозглашено на небе. Но почему, ответьте мне на этот простой вопрос, потому что на земле ничего не произойдет, пока Бог не провозгласит это из небесного царства. Небесное царство — это место, где живет Бог. Он на троне. Иисус одеснует его. Итак, небесное царство — это место, где принимаются все решения по управлению этой вселенной. Это и есть небесное царство. Божье царство. Оно другое. Что же такое Божье царство? Пожалуйста, запишите. Божье царство, скажите со мной. Божье царство. Это Его воля и власть, осуществляемые на земле, как и на небе. Божье царство совсем другое. Божье царство. Это проекция продолжения на земле Божьего престола в таком виде, как он существует на небе. Другими словами, как, объясни, апостол, как так происходит, что небесное царство приходит на эту землю? Так оно невидимо. Мы не можем его увидеть. Как же оно приходит? Итак, любое место на земле, где совершается воля Его, это продолжение Его царства. Небесного царства. Другими словами, другими словами, это твой дом. Смотри, если ты исполняешь Божью волю для своей жизни, ты тем самым говоришь, «Пастор, я хочу, чтобы небо, само небо пришло ко мне домой». А хочешь ли ты этого? Хочешь, а? Я хочу, чтобы небесное царство, Божья перспектива, Божие мышление, Его вещи и идеи вошли в мой бизнес, вошли в моих детей. Я хочу, чтобы небо было на земле, в моем доме. Если вы хотите, чтобы небо было на земле, тогда исполняйте Божью волю, и оно спустится к вам, сюда, на землю. Скоро мы продолжим передачу «Время перемен». Библия полна свидетельств того, что Бог хочет сверхъестественно вмешиваться в нашу жизнь. Слушайте сильные рассказы ежедневных мужчин и женщин всех возрастов и рас и верьте в свое чудо сегодня. Это пастор Махан Баба, ведущий служение Братства Сион в Индии. Служение апостола произвело очень большое воздействие в нашей жизни. Мы почувствовали, что сейчас время для Индии, когда служение апостола шло в эфире. Многие люди звонили, и телефонные станции стали станциями исцеления для Индии. Бог дал нам дерзновение молиться о чудесах и двигаться чудесно. Мы видели удивительные чудеса, происходящие в нашем служении. Недавно мы видели, как воскрес мертвый, и не только это. Мы видели некоторые удивительные чудеса в больнице, где были пациенты, о которых врачи сказали, что они не выживут, что они умрут. Но мы просто пошли в больницу по вере, так как мы имели влияние, которое передал нам апостол. Мы пошли в такой вере с дерзновением молиться о чудесах, и там мы пережили невероятные чудеса. Мы молимся за людей, и они выходят из отделения реанимации здоровыми. И врачи говорят, только благодаря вашему Богу эти люди выходят из реанимации, и они выздоравливают. И даже мертвый мужчина, когда один из наших пасторов пошел и помолился за него, приняв это помазание, он воскрес. Он рассказывал о том, что сделал Бог в его жизни. Он воздавал всю славу Иисусу Христу. В начале года у нас не было денег. Мы были такими бедными. Я считала каждую копейку, но я не беспокоилась. Я говорила, «Господь, я верю, что мы найдем выход». Я продолжала просить. Нас было трое детей и трое взрослых. Я говорила, «Господь, мы не можем так жить. Мне нужна машина для моих детей, чтобы все ездили вместе». Наконец, я помолилась, и наша ситуация улучшилась. Я сказала мужу, «Пока мы едем на Кап, я знаю, что Бог совершит финансовый прорыв. Меня не волнует, сколько мы потратим на билеты. Даже если мы будем неделю голодать, мы должны поехать на эту конференцию». Мы сделали это, пожертвовав так многим. И, наконец, мы приехали домой с конференцией. Бабушка дает мне выписку банка. Я говорю, «Я не буду даже смотреть, я знаю, сколько там». Она говорит, «Нет, посмотри». Я говорю, «Ладно». И я открыла, и оказалось, что у меня на счету 10 851 доллар. Давайте, вам надо встать и воздать ему хвалу. Апостол, этот человек-миссионер, он приобрел вашу книгу и посмотрел вашу совместную программу с Сидом Ротом. Это изменило его жизнь. Он стал ездить во Вьетнам и другие страны, Азии. Происходило одно чудо за другим. Он сказал, что его жизнь полностью изменилась благодаря этой книге. Я смотрел телепередачу «Сида Рота». Это сверхъестественно. И в первый раз, когда я увидел пастора и апостола Мальдонадо, он говорил о Божьей славе. Это сильно захватило мое сердце. Я стал проглатывать эту книгу. Я говорил, «Я никогда раньше не слышал такого учения. Это более высокий уровень славы». На следующее воскресенье я был в церкви. Одной девушке, у которой сломана правая лодыжка, наложили металлическую пластину шестью винтами. Она попросила за нее молиться. Я сказал, «Господи, это то время, когда ты явишь свое присутствие и славу Божию». Я помолился за нее. Через пять минут она была полностью излечена, хотя до этого она не могла пошевелиться лодыжкой. Она удивлялась, куда подевалась металлическая пластина, из-за которой она не могла и пошевелиться. На следующий понедельник я отправился во Вьетнам. Я взял билет. Во Вьетнам? Да, там я преподавал в подпольной церкви. Пришло 54 ученика. Я учил их тому, что узнал о Божьей славе. И я сказал им, что если не пережить Божьего присутствия, никакие знания в голове ничего не изменят. Так что надо двигаться в Божьем присутствии. Если кто-то хочет Божьего присутствия, я сказал, «Давайте, вставайте, и мы будем за это молиться». И все 54 человека встали. И так все они встали. Я стал молиться за них, и они все наполнились Божьей силой. И тогда кто-то из них плакал, кто-то из них трясся, кто-то принимал крещение во Святом Духе. Но все больные моментально исцелились. Это было явление Божественного Царства на земле. Мы совершенно уверены, что Бог будет говорить с вами сверхъестественным образом через новую книгу апостола Мальдонада «Царство силы», как являть его здесь и сейчас. Мы дадим вам первую главу книги абсолютно бесплатно. Загрузите ее сегодня на нашем сайте. Оставайтесь с нами. Мы будем продолжать слушать проповедь из серии «Божье царство в тебе». Вы слышали такое высказывание? Господи, я зашел в этот дом, и это ад на земле. Что этим хотят сказать? Это означает, что Небесное Царство не достигло этого дома, потому что Божья воля не исполняется. Вы увидите ссоры, вы увидите раздоры, страх и многое другое. Но в тот момент, когда вы исполните Его волю, в тот момент будет небо на земле. А каковы Его качества? Каковы? Запишите, пожалуйста. Это Евангелие от Иоанна 18, глава 36 стих. Давайте посмотрим на Него. Откройте, пожалуйста, это местописание. Если открыли, скажите «Аминь». Иисус отвечал. Первое качество царства этого правительства, этого невидимого, сильного правительства, номер один, это сверхъестественное царство. Оно сверхъестественное. Поднимите руки и скажите «Божье царство, Божье правительство сверхъестественно». Иисус отвечал «Царство Мое не от мира сего». Если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои, конечно, подвязались бы за Меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне, послушайте ныне, царство Мое не отсюда. Давайте сложите руки вместе. Сложите руки вместе. Поднимите руки и скажите «Мое царство». Скажите «Божье царство, это правительство Бога, во Мне, не с этой земли. Оно из другого мира. Оно выше и дальше». Итак, что ты говоришь, апостол? А вот что я говорю. Что ты имеешь в виду, говоря сверхъестественное? Супер значит выше и дальше. Все выше и дальше. Вы можете быть выше, но не дальше. Вы можете быть дальше, но не выше. Но царство, оно выше и дальше. Что ты имеешь в виду? Если это правительство живет во Мне, о чем мы читали, это царство, так, как оно во Мне. Я могу быть выше болезни, выше кризиса, выше депрессии, выше греха, выше бедности, выше любых проблем, выше того, что мешает мне. Выше, выше, выше кризиса, выше нужды, выше бедности, выше бесов, дальше проблем. Если ты пришел обескураженный, могу сказать тебе, в тебе есть правительство. Ты должен быть активирован в этом правительстве, потому что это правительство выше и дальше. Поэтому не бойся. Найди Божье царство внутри себя. Найди и раскрой Его потенциал. Ладно, первое, Коринфянам 4.20. Поднимите руки и скажите, царство, которое я представляю, не в словах, а в чем. Ладно, ибо царство Божие не в слове, а в силе. А в силе. Поднимите руки и скажите, в силе оно. Первое, Фессалоникийцам 1.5. Прочитайте, пожалуйста, это сильный стих, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе. Это то, чего ищет новое поколение. Вознесите к Богу руки и скажите, «Сила!» Это поколение не хочет только слов, оно хочет силы. «Сила!» Вашим детям нужна сила, им нужна сила, чтобы быть свободными от наркотиков, от традиций, от религии. Мы победили религию. Итак, каков мой вызов? Мой вызов, чтобы вы приняли Божье царство. Божье царство во мне. Здесь болезнь, да, мне не обязательно быть епископом, мне не обязательно быть преподобным, мне не обязательно быть апостолом. Я подготовлен к тому, чтобы изгонять бесов. Я подготовлен к тому, чтобы пророчествовать. Я подготовлен. Я буду молиться о своих детях. Я буду молиться о спокойном доме. Я буду молиться. Тяните царство вниз. Тяните его вниз. Мне надо закончить. Вы собираетесь выйти? Потому что вы знаете, что царство не в офисе. Оно не в здании. Оно внутри. И какое это царство? Да, это сила. Это то, как оно является. Супер, выше, дальше. Если вы увидите больного раком, вы скажете, ты не напугаешь меня, потому что правитель Бог во мне. Рак, выходи. Но если вы угнетены, в депрессии, принимаете таблетки, ослабляете свой организм, если нервничаете, когда царство приходит, я вижу, что-то выходит из вас. Я говорю, что это такое выходит из вас? Да это столкновение двух царств просто. Мы не видим его в здании. Но везде, куда ты идешь, как верующий, ты знаешь, что ты гражданин? Знаешь, что у тебя есть сила и власть. Когда молишься за кого-то, он освобождается. Когда я молюсь за вас, вы освобождаетесь. Поднимите руки и скажите, да придет Божье царство, царство твое на эту землю. Да придет царство твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе, наш Господь. Царство силы – это книга, которую вам обязательно иметь, если вы хотите узнать, как только Божья сила может радикально изменить вашу жизнь, чтобы вы могли окончательно победить грех, болезнь, смерть, бедность или бесовское давление, которое сдерживало вас долгий год. Больше не надо жить в поражении. Бог дал вам силу, чтобы разверзнуть нашу жизнь. Узнаете как? Царство силы. Чтобы заказать ваш пакет ресурсов «Царство силы», включающий в себя экземпляр новой книги апостола Мальдонада, «Царство силы», как являть его здесь и сейчас, вместе с тремя дисками серии уроков «Царство внутри тебя», позвоните нам по номеру телефона, который указан на экране. Мы знаем, что это будет огромным благословением для вас, ваших друзей и семьи. Вы получите силу, чтобы испытать Бога ощутимым образом. Вы также будете активированы, чтобы дерзновенно молиться за других и видеть настоящее исцеление и чудеса. Вам нужно это откровение. Позвоните сейчас. Спасибо за просмотр нашей программы. Мы умолимся о том, чтобы эта проповедь благословила вас. Помните, что Божье Царство — это реальность. Не пропустите его. Вам нужно это откровение. Закажите эти ресурсы сегодня, позвонив нам по номеру телефона, который вы видите на экране. Или зайдите на наш сайт. KingdomPower.com Это была программа «Время перемен» с пастором Гильермо Мальдонадо. Программа, предназначенная изменить основные принципы людей и вернуть нашему обществу Бога. Иисус — это путь, истина и жизнь. Если вам нужна молитва, или вы хотите заказать себе копию этой программы в аудио или видеоформате, позвоните по телефону, указанному на экране. Или посетите наш веб-сайт. Программа «Время перемен» спродюсирована компанией ERJ Media, входящей в состав King Jesus International Ministry. Спасибо всем нашим друзьям за их молитвы и поддержку. Спасибо вам, что смотрите нас. И помните, что сегодня настало время перемен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok